Оружие у них было море. Мы просто, как говорится, мы тут стояли, вот на мирных митингах у нас вообще ничего не было, абсолютно. Люди, которые просто в панике позабегали в этот дом, потому что остаться на улице было довольно-таки небезопасно. Они забивали людей на смерть. При том, что не один там калашматил, они набегали кучами на одного человека и били до... У нас, допустим, депутат Маркин, его просто добили. Добили, он спасал девочек от пожара, а его просто добили палками. До смерти? До смерти. Да, его даже до больницы не довезли. Можете представить, что тут творилось с простыми людьми. То есть все люди были без оружия, у нас ничего не было, абсолютно. При том, что в здании травили каким-то газом, дым был настолько едким, невозможно было дышать. Он валил клубами, я не знаю, что это надо было сжечь, вообще слышно было, что это на Майдане химики разработали какое-то вещество. Вот, они кидали это с коктейлями Молотова, и поэтому вот такая вот вы, люди просто падали заживу. Они падали без сознания, они потом, когда ворвались из здания, они просто потом уже добивались, сжигали, девушек насиловали, а потом убивали. То есть это жуть была. При том, что ходили корреспонденты, все это дружненько снимали, просто с профессиональными камерами. Все это было видно, никто не стеснялся и показывал, то есть видимость. Брата опознала только по куртке и по ремню. У него полностью было все тело кроваво-черное, руки и голова полностью спалены до неузнаваемости. То есть они сжигали людям только верхнюю часть лица, чтобы не было видно. Вот все, что они делали. То есть люди просто лежали, может быть, без сознания, они их поливали этой какой-то жидкостью горящей. И видно, люди приходили в сознание, и вот руками только руки и лисы у всех пожженные, все. Хажите, пожалуйста, откуда вот эти фотографии уже об угленных тел, которые буквально на следующий день появились в интернете? Неизвестно, может быть, ночью, может быть, утром ранним они снимали. Мы вообще хотели дождаться утра, чтобы утром приехали корреспонденты. Они нас слезно упрашивали, мы вас никуда не отвезем, отвезем вас в город и отпустим. Но нас обманули. Нас просто обманули, завезли в РУВД и сделали нас виноватыми. У них не было, видишь ли, приказа ловить ту сторону. И на следующий же день на Александровском проспекте гуляли ихние же правосельки с автоматами, с оружием по улице. И мы им говорим, что есть такие сведения. У нас нет приказа. Но люди, которые это совершили, они не из Одессы или вы так не можете сказать? В день был футбол, приехал один поезд с пассажирами, с фанатами, я не знаю, кто там был. Вот эти вот товарищи, которые здесь все громили и убивали людей, они приехали в этом поезде. Плюс поезд был дополнительный, кем-то оплаченный, понимаете, кем, быстрее все коломой с кем. Вот. Потому что он сильно в этом был заинтересован. И были слышны его телефонные разговоры о том, что он именно непосредственный заказчик всего этого. Побоище здесь именно, в Одессе. И были автобусы, огромные автобусы. И даже не настолько, сколько там было ультрас, был правый сектор переодет в ультрас. Вот. Девочек очень много было с символикой правого сектора, которые делали здесь коктейли молотого. Мы сами лично их видели с крыши. Тут вот они сидели в этой полянке, вот здесь. У вас тут фотография, которая курсирует по интернету, это не фальшивка, где они вон там фрес-шифка? Нет, это не фальшивка. Мы лично видели, они вот здесь вот сидели на этой полянке, вот здесь вот. И буквально вот здесь вот на асфальте они разливали эти коктейли молотого. То есть преступников никто не ищет? Никто не ищет, и никто этим не будет заниматься. Абсолютно. И ни один, наверное, не задерживает. Ни один. У них нет приказа. У них просто не было приказа их арестовать. Они явные преступники, которые ходят по городу. В данный момент в городе их в санаториях полным-полно. Просто полным-полно. Я вас предупреждаю, будьте аккуратны. И все на это закрывают глаза. Все абсолютно.